Выбор умных часов для смартфона на Android задача не из легких. Казалось бы, вот есть Pixel Watch, умные часы от Google. Наверняка они должны быть таким же бескомпромиссным девайсом, как Apple Watch для iPhone, но только для Android. Возможно, я кого-то расстрою, но нет, Pixel Watch это далеко не самые лучшие умные часы для Android, по крайней мере из тех, что работают на Vero S, особенно если сравнивать их с умными часами Samsung. И вот вам забавный факт, на рынке умных часов какого-то сильного конкурента Samsung Galaxy Watch, который бы тоже работал на Vero S, нет. Какие-то часы от китайских компаний, например, Huawei Watch GT4, про которые я подробно рассказывал в одном из предыдущих видео, все-таки не совсем правильно сравнивать, потому что они работают на проприетарных операционках, таких как HarmonyOS и ZepOS. Они, конечно, со своими задачами справляются, но Vero S в плане функциональности идет сильно впереди. Xiaomi, похоже, об этом тоже задумались и решили, что надо бы и им выпустить свои умные часы на Vero S. Так появились Xiaomi Watch 2 Pro, первые умные часы Xiaomi на операционной системе от Google. Я проходил с ними три недели и сейчас расскажу, стоит их покупать или все-таки нет. А начнем с распаковки. Внутри часы на кожаном ремешке, зарядка, о которой мы с вами поговорим, инструкция и гарантийная информация. Сама коробка практически полностью повторяет дизайн коробок от умных часов Samsung. На боковых гранях Xiaomi разместила техническую информацию о часах, то, что они работают на чипе Snapdragon V5 Plus Gen 1, внутри стоит пятипозиционная система GPS, экранчик тут AMOLED, диагональю 1,43 дюйма, соловый сон, ну и про упоминание Vero S тоже не забыли, а также то, что часики имеют продвинутую систему мониторинга тренировок и показателей здоровья. И вот к ней у меня есть вопросы, как и вопросы комплектной зарядки. Потому что она здесь не беспроводная, а контактная. Часы, как вы понимаете, беспроводную зарядку тоже поддерживают. Это очень печально, потому что, как я рассказывал в обзоре Huawei Watch GT4, я привык в поездках заряжать часы от смартфона при помощи реверсивной беспроводной зарядки. Тут у меня такой возможности, к огромному сожалению, нет. Плюс эти контакты находятся только на одной грани, поэтому поставить заряжаться часы, как вы хотите, не получится. У них есть для этого строго одно положение, при котором провод находится, ну, как бы справа. И если у меня розетка, допустим, слева, получается, что провод у меня будет немного перекручиваться. Короче, это неудобно. И ладно бы, часы стоили до 10 тысяч рублей. Такой зарядник можно было бы простить. Но, опять же, вот вам конкурент от Huawei за ту же цену. Почему? У него есть беспроводная зарядка, а у Xiaomi нет. Для меня это загадка, плюс часы на данный момент новые, и найти второй такой кабель в сетевых магазинах, если вдруг вы комплектный зарядник потеряете, будет проблематично. Но есть и плюс. За счет того, что зарядка у часов фактически проводная, они очень быстро заряжаются. От 0 до 100% всего за 45 минут. При этом за 5 минут часы получают 25% заряда. За 10 минут 40%. Потом скорость слегка снижается, но, условно, если вы утром проснетесь и обнаружите, что часы сели, перед работой их реально полностью зарядить и проходить с ними как минимум сутки. Еще на тренировку в зал сходить. И это очень круто, потому что другие умные часы по беспроводной зарядке так быстро заряжаться не умеют. Я большой любитель часов, причем не только умных. И я ценю, когда производитель заботится о внешнем виде аксессуара. Пытаясь сделать что-то оригинальное, отличающее его от других. У Samsung такой дизайнерской фишкой является безель. У новых Huawei Watch GT4 восьмиугольная форма корпуса. И вот у Xiaomi Watch 2 Pro какой-то фишки в дизайне, за которую можно было бы зацепиться, на самом деле нет. Они в целом неплохо смотрятся на руке. У них приятный и красивый ремешок с тканевой вставкой посередине, потому что кожа со временем от застежек на ремешках, как правило, изнашивается. Но вот нет в них чего-то особенного. Но при этом они не выглядят вычурно. То есть это такие добротные классические мужские часы. Я уверен, найдутся люди, которые такой дизайн ценят. Но для меня они выглядят как-то скучновато. А еще есть в них какая-то преемственность с Moto 360. Единственное, за что можно поругать корпус, так это за выступающую заводную коронку справа. Она используется для перемещения по интерфейсу и рука постоянно ее задевает. Причем по долгому нажатию на коронку запускается Google Ассистент. И получается, что все время, пока я использовал умные часы в качестве основных, вместо циферблата я видел экран запуска умного помощника. Меня это стало очень сильно раздражать, поэтому я изменил положение заводной коронки в настройках, чтобы она была слева. Но выглядят часы в такой конфигурации немного странно. В принципе жить можно, но я в итоге все вернул обратно. В остальном они нигде не жмут, не трут. Спать в них тоже удобно. А вот на женской руке они выглядят массивно. А какую-то компактную версию часов, как это обычно бывает, в Xiaomi почему-то не предусмотрели. Работают Watch 2 Pro на базе Vero S 3.5 с небольшими визуальными изменениями от Xiaomi в интерфейсе и кучей фирменного софта для фитнеса и здоровья. Логика управления, к слову, отличается от часов Samsung на Vero S. Например, у Xiaomi уведомления открываются свайпом сверху вниз, а у Samsung слева направо. Настройки в Xiaomi открываются свайпом снизу вверх, а у Samsung, соответственно, сверху вниз. Может это дело привычки, но у Samsung интерфейс как будто бы устроен чуточку проще. В остальном у них все примерно одинаково, кроме быстродействия. В принципе, Xiaomi Watch 2 Pro не тормозят, не лагают, но интерфейс как будто бы более топорный в плане анимации. И отклика на какие-то нажатия или жесты, банальный пример, это вот поднятие для активации экрана, оно срабатывает не сразу, а спустя примерно полсекунды. Вроде бы ничего страшного, но я хочу моментально видеть информацию с циферблата или уведомления, когда хочу посмотреть на часы. И особенно это раздражает во время тренировок, где в режиме Always On информация зачем-то скрывается за заглушкой с временем и датой. А мне надо просто быстро посмотреть пульс. В первый день после распаковки я пошел на пробежку в этих часах и на протяжении всей тренировки я недоумевал от того, что у меня экран не выходил из режима Always On при поднятии запястья. А потом оказалось то, что этот жест из коробки почему-то в системе выключен. Активировать его можно в шторке с быстрыми настройками, но всю тренировку мне приходилось нажимать на клавиши, чтобы посмотреть что там у меня с показателями и сколько еще бежать на сегменте. Поэтому первое впечатление с точки зрения каких-то именно спортивных функций от Xiaomi Watch 2 Pro у меня было подпорчено. Еще я до сих пор не понимаю, почему у меня часы за 5 минут до окончания пробежки во время остановки на переходе решили завершить интервальную тренировку. Я сначала думал, что это сработала автопауза, открыл приложение с тренировками и увидел уже свои результаты. Потом я бегал в часах еще 3 раза и подобное вроде не повторялось. Может это был мисклик, потому что, как я уже говорил, рука легко задевает физические клавиши для управления, но эта ситуация на самом деле никак не оправдывает. В защиту могу сказать, что зато в стандартном приложении для отслеживания тренировок есть несколько десятков упражнений, плюс какие-то из них вы можете настраивать под себя. И в принципе то, что есть в плане фитнес-функций из коробки, закроет 99% потребностей тех, кто эти часы решит купить. Давайте теперь поговорим о том, какие показатели здоровья умеют измерять умные часы и что они делают хорошо. С тренировками уже все понятно, про них мы поговорили. К точности измерения пульса на часах в покое никаких претензий у меня нет. Все показания полностью, вот прям единица в единицу совпадают с тем, что выдают Galaxy Watch и Apple Watch. Ну вот скорость измерения меня не впечатлила, потому что во время тренировок, в зависимости от смещения темпа, пульс может довольно быстро меняться и часы это не всегда вовремя подхватывают. Например, я чувствую, что у меня пульс в районе 140 ударов в минуту, а часы показывают мне 165, потому что до этого у меня был интенсивный заход и нужно подождать секунд 10-15, пока показания на экране изменятся на условные 145. Но к этому моменту я, например, могу разогнаться или начать подниматься в горку и понятно, что пульс подскочит, например, до 155, но часы еще довольно продолжительное время будут показывать 145, потому что они в фоне производят там какие-то вот эти свои подсчеты и получается, что следить за пульсом в реальном времени можно, но показания будут немного запаздывать. Также часы имеют встроенное приложение для определения уровня кислорода в крови, к нему тоже никаких вопросов нет. Есть еще биоимпедансный анализ тела, он работает при помощи электродов, расположенных в кнопках. С их помощью часы могут определить процент жира, воды, солей и белка, которые содержатся в вашем организме. Аналогичной фишкой, кстати, обладают все умные часы Samsung, начиная с четвертого поколения. Еще в часах есть встроенный барометр, который позволяет им определять атмосферное давление и высоту вашего нахождения. Полезная фишка, если ходите в горы или путешествуете в непогоду. Есть еще измерение температуры тела и в целом, как бы, ну это все, что необходимо и все, что должно быть в современных умных часах. Единственное, не хватает ЭКГ. Странно, почему Xiaomi не добавила его в Watch 2 Pro, потому что отведение в часах есть и технически снимать ЭКГ на Watch 2 Pro можно. Это, к слову, не бесполезная фишка. Среди моих друзей есть люди с сердечной недостаточностью, которые с помощью часов фиксируют эпизоды нарушений ритма. И неплохо было бы в этих часиках такую опцию иметь. Кто бы что ни говорил, но встроенные циферблаты это важная составляющая умных часов, потому что они должны как-то подчеркивать дизайн часов, задавать характер девайсу. Так вот, в Xiaomi Watch 2 Pro циферблаты рисовал двоечник, потому что они вообще никак не вписываются в стиль умных часов. Они перегружены какими-то непонятными элементами, куча цветов, градиентов. Яралаша вообще жалко. Единственный циферблат, который мне более-менее понравился, это Radiant. Он выдержан в таком минималистичном дизайне и к часам он прям подходит. Остальные циферблаты очень печальные, поэтому я после настройки сразу установил циферблаты от Pixel Watch. Инструкцию, как их установить на любые умные часы с VROS найдете в описании. В Google Play, кстати, есть сторонние циферблаты. Их очень много, но каких-то интересных я пока для себя не нашел, в том числе и среди платных. Зато приложений, которые можно поставить на VROS, в Google Play просто не с чести. Причем среди них есть очень много полезных. Так как часы работают на VROS, в вашем распоряжении целый Google Play. И тут действительно есть полезный софт, который сразу нужно поставить на умные часы. Во-первых, это WhatsApp. Конечно, если вы этим мессенджером пользуетесь, чтобы иметь возможность писать сообщения и принимать звонки прямо с часов. Затем это Spotify, для того, чтобы иметь возможность слушать музыку на часах без смартфона. Я очень советую заметочник Google Keep. Во-первых, он мультиплатформенный, то есть я могу сделать заметку на смартфоне, на Самсунге в моем случае, а затем просматривать ее и редактировать на Mac или iPad. Во-вторых, приложение Google Keep для умных часов вот прям очень круто сделано под VROS. Вы можете прямо на часах создавать заметки, списки, просматривать уже готовые заметки, как-то редактировать, дополнять их. Для меня, как для человека, который делает обзоры техники и вообще в принципе работает с контентом, заметочник на часах является супер необходимым и полезным инструментом. Но если вам не нужны заметки, а только списки дел, там для покупок, чего угодно, тогда советую обратить внимание на ToDoist, максимально простое приложение, которого даже в базовой версии хватит с головой. Ну и мультиплатформа тут, естественно, тоже и есть. Часы синхронизируются со смартфоном через приложение MiFitness. В нем собираются данные о тренировках, здоровье. Через MiFitness вы также можете управлять настройками ваших часов. И, как вы знаете, MiFitness доступен как на Android, так и на iPhone. Вот только подключить часы к iPhone у вас не получится. В списке устройств, доступных для подключения, вы даже не найдете Xiaomi Watch 2 Pro, потому что с последними версиями Vero S гугловские часы, причем все, перестали работать с iPhone. И это касается в том числе умных часов от Samsung. Я знаю то, что были люди, которые пользовались связкой часов Samsung на Tizen с iPhone, так вот теперь, к сожалению, с новыми поколениями часов такое не прокатывает. Поэтому владельцам iPhone эти часы даже рассматривать не стоит, а вот для Android они являются таким неплохим вариантом для приобретения. Давайте теперь подведем итоги. Первые умные часы Xiaomi на Vero S получились на самом деле неплохими. У них есть ряд недостатков, которым я бы отнес неспешную работу интерфейса, довольно базовое приложение для тренировок, относительно медленное измерение пульса и отсутствие беспроводной зарядки. С другой стороны, часы быстро заряжаются всего за 45 минут, причем половину заряда вы можете получить за 10-15 минут. А работают от 100% они примерно сутки-полтора. И это со всеми включенными измерениями, Always Son'ом и одной тренировкой. И это стандартный показатель для умных часов. Выглядят они на самом деле тоже неплохо. Единственное, заводную коронку, как я уже говорил, нужно было утопить хотя бы немножко вглубь корпуса, чтобы она не была такой чувствительной. У них приятный кожаный ремешок, причем тут обычное часовое крепление 22 мм. И в принципе это правда неплохие умные часы, но стоят они в рознице 26 тысяч рублей. Что мы можем купить за эти деньги? Во-первых, это Samsung Galaxy Watch 6. Работать они будут чуть быстрее, в них будет ЭКГ, дополнительные фишки для смартфонов Samsung, и что для меня важно, это Samsung Health. У корейцев получилось сделать изумительное приложение для того, чтобы следить за своим здоровьем, тренироваться. Вы сами можете создавать свои типы упражнений для разных видов спорта. В плане тренировок часы Samsung на голову выше. Ими тупо приятнее и проще пользоваться. У них будет та же Vero S, которая причем уже до четвертой версии обновилась. И сам интерфейс с надстройками One UI, он какой-то более отзывчивый и понятный, чем в Xiaomi. Плюс у Samsung будет беспроводная зарядка, которая хоть и медленнее, чем контактная от Xiaomi, зато часы можно заряжать хоть от телефона. Автономность в них будет тоже в районе 36 часов, то есть два дня, в принципе, часы проработают. Если вам нужна больше автономности, тогда можно присмотреться к Galaxy Watch 5 Pro. Это как бы предыдущее поколение часов Samsung, но оно все равно актуально. У них титановый корпус, сапфировое стекло, а от одного заряда они живут три дня. Стоят тоже в районе 26 тысяч рублей. И на мой взгляд, часы от Samsung являются все-таки более интересным и лучшим вариантом для покупки, потому что в них практически нет компромиссов. Вам их хватит на года 3-4 точно, пока они будут получать обновления. Хотя среди моих друзей есть те, кто до сих пор ходит с часами Samsung на Tizen, и ничего им нравится. Поэтому, с точки зрения вот задела на будущее, вместо Xiaomi Watch 2 Pro я бы все-таки купил Galaxy Watch на Vero S. Но если бы часики Xiaomi стоили в районе 20 тысяч рублей, вот тут бы я уже к ним присмотрелся, потому что даже горячо любимые мной Huawei Watch GT4, про которые я рассказывал в своем обзоре, они не могут дать тот опыт использования умных часов, который могут дать Xiaomi Watch 2 Pro, потому что Huawei работают на Harmony OS, а Xiaomi на Vero S. И гугловская операционка, хочешь не хочешь, она более функциональна. Поэтому, если на приложение и Vero S вам пофиг, посмотрите обзор Huawei Watch GT4, а потом идите и покупайте, потому что часы от одного заряда, даже с тренировками, спокойно живут целую неделю. Плюс сейчас они стоят в районе 17 тысяч рублей. А если вам нужны умные часы с Android, то за 25 тысяч лучше купите Galaxy Watch, а если докинуть еще 5-7 тысяч рублей, тогда можно взять уже Galaxy Watch 6 Classic с физическим безелем. А Xiaomi Watch 2 Pro пока брать не стоит. Вот как цена опустится до 20 тысяч, тогда я бы их вообще спокойно рекомендовал к приобретению, а пока это довольно компромиссные часы, которые вряд ли стоит рассматривать к покупке. Субтитры создавал DimaTorzok